как отомстить нарциссу и забрать обратно свою энергию если вы правильно проходите уроки от жизни от вселенной от всевышнего правильно пройденные уроки к вам возвращается ваша жизненная сила даже организм поощряет вас позитивной биохимией эндорфины дофамины ты молодец у тебя получилось ты выучил этот урок от жизни и вселенная поощряет и видя эмоции такого душевного духовного подъема и даже тело говорит хозяйка ты молодец как отомстить нарциссу и забрать обратно свою энергию я тебя не вижу я тебя не замечаю ты мне просто не интересен вот этого нарциссы перенести не могут вы бьете в самое его уязвимое сердце гипертрофированное эго чувство собственной значимости и важности просто разносить его в клочья но весь секрет в том что у вас не должно быть цели кого-то уничтожить фокус должен быть на себе внутри баланс вам спокойно и ровно у вас в душе не должно быть злости пренебрежение превозношение должен быть нейтралитет не вины не чувство стыда не хорошей девочки к или мальчика который должен всем угождать и всем нравится главное чтобы вы были счастливы а настоящее счастье она не строится на несчастье другого человека пусть даже и деструктивной личности какой допустим является нарцисс или психопат настоящее счастье когда вы в гармонии со своей душой с разумом с целом когда вы в комфорте примирись с собой говорят мудрый и примериться с тобой земля и небо так вот если вы правильно проходите уроки жизни чему учит нарцисс в защите границ самоценности опираться на себя иметь систему ценности устойчивый кристалл души если угодно моя любимая кристальная энергия нарцисс учит защищаться не быть мямли если ты хорошая девочка или хороший мальчик эмпат но у тебя нет границ ты даже позволяешь чужому дурному я расти мы тоже друг друга воспитываем и если вы правильно проходите уроки жизни к вам ваша энергия не просто возвращается она еще увеличивается как в спорте мы достигли вот лезешь ты на скалолазание раз не проходит два три ну на скалодроме и вдруг на двадцатый получается эндорфиновый приход тебе классно тебе здорово так вот если вы прошли правильно те уроки которыми вас учат которым учат нарцисс и прочие деструктивные личности абьюзеры тираны психопаты всех мастей прошли правильно вы чувствуете такой подъем вот это вот благодать от жизни энергия позитива она как будто тебя поощряет дорогая дорогой ты правильно понял куда тебе идти да ты правильно прошел а если мы косячим вредим себе то от нас отступает это чувство благости и мы его начинаем искать как в детстве так вот лучше месть нарциссу это вообще на него забить как ему отомстить друзья мы станьте счастливым радостным позитивным и они не могут перенести чужого счастья дальше как отомстить нарциссу и забрать обратно свою энергию который вы потратили ты мне не авторитет очень хорошая фразу когда я делал которую я одного из лучших коучей мира царство тебе небесный андрей парабеллу когда мне нужно экспертное мнение я сначала этому человеку денег закидываю а потом уже его слушаю ведь нарциссы знают как вам жить как вам быть каким вы должны быть какой матерью женой каким специалистом они же все это знают и начинает вас обесценивать унижать обижается так вот если мне нужно экспертное мнение я сначала человеку денег перевожу а потом уже его слушаю и главное говорить это в состоянии спокоя нейтралитета без какого-то сильного желания кому-то навалять это уже привязка к результату посмотрите да как катаемся на велике на сноуборде на доске на лошади это вот какой-то баланс понимаете внутри духовный душевный его сложно держать но когда ты его найдешь вот мы сегодня с клиентом обсуждали как ты кайфуешь да это классно нейрофитность такая духовная устойчивость вот так вот когда мне нужно экспертное мнение сначала плачу потом слушаю ведь большинство бесплатных навязчивых советов раздают личности токсичные деструктивные не умные и когда им это говоришь начинается возгорание пятых точек вы бьете по самому больному у нарцисса не рекомендую часто пользоваться но иногда когда вас достали можно так сказать пусть он там думает утирается захлебывается в конце концов не хрен лезть нарушать границы унижать или обесценивать когда этим пользоваться решайте сами говорим с позиции сверх силы своей супер силы как она ощущается это такое эйфорическое это какая-то мощная спокойная сила уверенность у кого-то это воин у кого-то мистик у кого-то мудрый король фея воин паладин ангел у кого-то это шут от шутиться и от смеяться но с добротой внутри они со злорадством это очень тонкая грань это высший пилотаж вас невозможно достать я говорю вы уникальные многие технологии перемалывают людей нет надо найти то что работает именно у вас потому что все вы в чем-то уникально в чем-то мы очень похожи а дальше не щите как мы отомстим нартису да как мы ему отомстим уроки жизни через через нарциссов жизнь нас учит открывать рот и давать отпор защищать себя своих детей своих товарищей показывать зубы и когти не давать дурному эго разливаться грязью по всем закоулкам галактики иначе они вас просто блин затопчут потому что в этом мире если хорошие люди молчат не защищаются зло расцветает буйным светом высовываются рога копыты и здесь опять да я говорю про разумную грань я видела очень многих людей одной из них была первая я для себя который уперлась в борьбу с этой тьмой не вглядывайтесь долго в бездну иначе без на будет вглядываться вас то есть выстрелили границы дали отбор и забыли иначе вы уйдете в эту войну убежав от самого себя и от своего часть счастья грандиозное самомнению нарцисса будь то свекровь нарцисс или мамаша токсичная мать великая мать владычицы вселенной святая матка на пьедестале и когда вы сбиваетесь пьедестал так его так вот толкаете короче пьедестал так нахрен рушится то попадаете в эту боль это самая страшная месть попасть вот в это болевое к этому нужно быть готовым это нужно действовать аккуратно нарцисс еще может начать мстить правда не каждый кто послабее он поймет лучше с вами с вами не связываться у ползет в норку зализывать ямы перверзники могут мстить но про перверзных психопатов я рассказывал и расскажу дальше ведь нарцисс не выносит когда вы на кого-то внимание обращаете в том числе и на себя все внимание должно идти ему он избранный голубая кровь черная дыра элита потребительское отношение и жуткая зависть их еще неплохо ловить на лжи я вот сама с этим сталкивалась как ядовитую гадюку так рогаткой прижал на вранье на несостыковке это ядовито и жалко так знаете как это у у шершня или у гадюки но быть осторожны это надо делать уметь если вы не в сверх силе лучше не связываться если вы себя прокачали вперед кто слаб пока восстанавливаете свою энергию не стоит принимать бредни нарцисса всерьез когда вы его не воспринимаете всерьез это одна из самых лучших мастей до таких но повторяюсь если вы зацеплены и злорадство отомстить вот да вот это вот вы уже в эту ситуацию эмоционально залезли видите как да как много с фитнесом с какими-то видами спорта где не просто нужна силовуха что такое вот ловкость четкость умение просчитывать короче друзья мои итоги самые лучшие мести когда вы перестаете подпитывать дурной эго нарцисса сделала скрипт и в нем ошибки перебью когда вы перестаете подпитывать его дурной эго вы становитесь сильнее к вам реально возвращается ваша энергия даже биохимия тела подтверждает энергетическое есть взаимодействие она даже не просто возвращает она приумножается ну пройдя какую-то кризисную ситуацию когда вас доканывал нарцисс пройдя правильно вы становитесь сильнее и это круто это зажигает дальше ну что ж самый мой любимый вам просто глубоко пофиг вы пора поймали персональный дзен его просто нет в моей реальности его просто нет моей вселенной говорит моя клиентка после работы вас нельзя зацепить не застыть не за вину не за страх не за эго с собой почему надо работать вы в балансе у вас нет ни злости не обиды вы чувствуете себя спокойно и уверенно а нарцисс это не может пережить впрочем это уже не ваши проблемы и не ваша зона ответственности потому что за чистотой своей души должен каждый следить сам ну и итоги мои любимые хорошие подписчики самая лучшая месть нарциссу станьте счастливым реализованным успешным и нарциссы этого просто не переживут и важно что вам реально глубоко и от всей души нет дело до нарциссы вам фиолетово вам ровно его просто нет вашей реальности вам просто фиолетово и как прокачать эту силу это можно сделать в программе описание которой я оставила под видео что-то такое умное хотела сказать она у меня вылетела из головы вот вспомнила важно религия учит любить врагов но мы сейчас не будем это делать потому что уровень психологический на котором я вам даю информацию подразумевает хотя бы быть нейтрали у вас не должно быть ненависти злорадства просто перестать испытывать негативные эмоции и просто быть спокойным просто нейтральным это уже супер если вы хотите поднять 100 килограмм духовный мир любить врагов вы должны научиться поднимать пять десять то есть этот этап нельзя перескачать уже просто перестать ненавидеть злиться психовать терять энергии это уже классный результат ну а дальше растите духовно кто хочет и куда хочет если вы хотите прокачать свою сверх силу супер силу выставить границы я под видео оставила описание программы мои клиенты могут дать отпор любому нарциссу деструктивной личности описание и как попасть под видео всем спасибо всем пока